Сегодня в видео комбинированная обработка пальчиков и аппаратная обработка стопы. Покрытие в стык к кутикуле и простой дизайн. Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Продолжаю тему ухоженных ножек, несмотря на осенне-зимний период. Мои клиенты настолько привыкают к красивому покрытию, что и зимой не могут отказать себе в этом удовольствии. Сегодня как раз такой случай. Снимаю старое покрытие твердосплавной фрезой на 20 тысячах оборотов. Если ваши клиенты и зимой покрывают ногти гель-лаком, то не забывайте им напоминать, что покрытие нельзя перенашивать, чтобы обувь не давила на ноготь. От такого давления могут возникнуть многие проблемы. Срезаю длину, придаю форму ноготкам, шлифую поверхность. Какие идеи? 14 ноября состоится мой онлайн курс комбинированного и аппаратного педикюра. Максимум важной информации. Рассмотрим правильную и современную технику выполнения аппаратного педикюра и в каких случаях ее можно совместить с инструментами. Обработка пальчиков в аппаратной технике. Обработка стоп. Работа с использованием смарт-диска. Полировка стопы. Эстетическое покрытие встык к кутикуле и как сделать красивый блик и удачно сфотографировать свою работу. Расскажу о том, как не пропилить кожу и ногти. Какие обороты фрезера выбирать для различных фрез. Пообщаемся в прямом эфире. Отвечу на все вопросы. Трансляция будет проходить в программе Перископ. Подробная информация, инструкция, как подключиться и цена есть на моей страничке в инстаграм и в описании к этому видео. Жду ваших заявочек в инстаграм. Обрабатываю зону кутикулы фрезой пламя, вычищаю птеригий. Уделяю внимание синусам и боковым валикам. От того, как будут обработаны пальчики, начиная со снятия материала и заканчивая полировкой, будет зависеть чистота покрытия. Теперь замачиваю ножки в теплой мыльной воде на 10 минут. Ну а для нас с вами время пролетело незаметно. Вытираю одну ножку и наношу ремувер на огрубевшие участки стопы. Заматываю пищевой пленкой. Теперь быстренько обрабатываю пальчики. Из-за того, что я уже подготовила пламенем перед водой, обрезать кутикулу будет легко. Еще раз прохожусь в этой зоне пушером, вычищаю под ногтевые пазухи. Можно это, конечно же, делать кюреткой, но я работаю лопаточкой. Зону кутикулу и боковых валиков обрабатываю с помощью ножниц и накожниц. Зону кутикулу Субтитры добавил DimaTorzok Теперь перехожу к стопе. Работать буду степ-дисками со сменными файлами. Возьму файлы на 100, 180 и 320 грит для полировки. Сначала обрабатываю стопу диском с абразивом на 100 грит. Снимаю верхний слой. Возьму файлы на 100 грит. Если вы еще не подписались на мой канал, делайте это видео и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новое полезное видео. Далее шлифую абразивом на 180 грит. Далее шлифую абразивом на 100 грит. Сегодня в качестве полировки взяла абразив на 320 грит. абразивом на 100 грит вместо силиконового полировщика. Он тоже очень классно полирует, главное не увлечься. Как это бывает, пилишь, любуешься и хочется пройтись фрезой еще разочек. Им можно тоже очень быстро перепилить кожу. Промываю ножки скрабом и приступаю к покрытию. Протираю ногти наилпрепом и покрываю базой. Продолжение следует... Выбрали сегодня темно-вишневый оттенок из палитры Milano 10 миллилитров номер 160. Покрываю в два слоя. Продолжение следует... 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 Изюминкой педикюра будет дизайн. Белой гель-краской по центру рисую тонкую полосу с помощью линеальной кисти. Серединку прямоугольничка закрашиваю глиттерным гель-лаком. Теперь покрываю все глянцевым топом. Заканчиваю педикюр кремом и маслом для кутикулы. И, конечно же, финальным видео и фото. Заканчиваю педикюр кремом. На сегодня у меня все. Спасибо вам за просмотр, всем удачи и до новых встреч! До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok